В начале августа 1871 года антипапа люциферанского масонства, основатель так называемого палладизма в Чарльстоне в США Альберт Пайк, масонское имя Лимут Энсон, умер 2 апреля 1891 года, именовавшийся сотоварищами ученейшим первосвященником сатаны, получил от небезызвестного итальянского масона Мадзини письмо с просьбой разработать план борьбы против римского католицизма. 7 дней 9-15 августа 1871 года под руководством Пайка заседало Святейшее Великое Собрание Заслуженных Масонов, состоявшее из 11 величайших светильников, в результате чего родился документ, известный под названием План Пайка. В заключение изложенного считаем полезным поддерживать в низших классах всех наций революционные идеи, не исключая и социалистических, хотя и ведущих к крайностям и бурным экстесам. Хотя атеизм сам по себе и вреден делу обновления человечества в антихитянском духе, но мы и его введем в русло самых крайних социальных теорий, заведомо осужденных на полный неуспех, но нужных для кратковременного государственного переворота, которому немедленно же должна воспоследовать самая энергичная реакция. Таким образом, мы с одной стороны дискредитируем до последней степени суеверную теорию божества в духе адонаизма, то есть христианства. Так что к нам примкнут даже и последние его священники, переходную эпоху государства свободомыслия. А с другой стороны, мы примем меры к тому, чтобы толпа не лишилась веры в сверхъестественное божественное происхождение, но мы ограничимся лишь указанием, при всяком удобном случае, на бытие некого верховного существа, не открывая, однако, до времени людям наших священных преданий и наших мистических откровений. Такова воля доброго Бога. Посему, когда самодержавная Россия сделается цитаделью адонаизма, то есть христианства, мы спустим с цепи революционеров-нигилистов и безбожников и вызовем сокрушительную социальную катастрофу, которая покажет всему миру во всем его ужасе абсолютный атеизм, как причину одичания и самого кровавого беспорядка. Тогда люди, вынужденные защищаться от ошалелого меньшинства бунтовщиков, уничтожат этих разрушителей цивилизации. А все бесчисленное множество разочарованных в адонаизме, жаждущие в душе своей божественного идеала, не зная, какому поклониться Богу, примет просвечение от истинного света через всемирную проповедь чистейшего люциферианского учения, к тому времени уже открытую и всенародную. Повсеместное установление на всем земном шаре религии доброго Бога Люцифера есть дело не одного года, не пяти лет, даже не одного века, только то дело устойчиво и прочно, которое совершается в постепенной и медленной прогрессии. 19 век узрел за рождение истинного и доброго католицизма. 20 век будет веком роста и полного созревания, посеянного к сроку определенному в Книге Небес, когда навсегда окончится летоисчисление христианской веры. Папа Римский Франциск снова потряс католически, а вместе с ним и весь остальной мир. О том, что новый шеф Ватикана по-новому смотрит на многие краеугольные вещи, стало известно сразу после его понтификации. Однако, каждое новое высказывание лидера Римской католической церкви заставляет задуматься, насколько далеко может зайти либерализация этого до недавних пор крайне консервативного религиозного института в период правления первого понтифика, выходца из Южной Америки. Католическая церковь получила серьезное предупреждение от того, от кого она ждала этого меньше всего. Ее глава, совсем недавно занявший пост понтифика Папа Франциск, дал итальянской прессе большое интервью, в котором, хоть и в мягкой форме, но, по сути, раскритиковал вековые ультраконсервативные устои католицизма. Главная фигура самой многочисленной христианской динаминации призвал единоверцев как можно скорее изменить угол зрения и стать более доброжелательными и менее предубежденными к тем, кто мыслит и живет не так, как большинство. Мы не можем постоянно зацикливаться на вопросе абортов, гей-браков и методов контрацепции. Я особенно не говорю на эти темы, и за это мне высказывают порицания. Да, мнение церкви по этим вопросам хорошо известно, но говорить на эти темы постоянно не вижу необходимости. Мы должны найти некий новый баланс, стать более терпимой и гибкой структурой. В противном случае нравственная система католической церкви просто развалится, как карточный домик. Самым выходящим за рамки случая стало высказывание Франциско о гомосексуалистах. Будучи в Бразилии, папа сказал, кто я такой, чтобы осуждать гомосексуалиста доброй волей, который ищет путь к Господу. После этого даже скептики поверили, что в католической церкви грядут либеральные перемены. Находясь в Буэнос-Айресе, я не раз получал письма от людей гомосексуальной ориентации, которые говорили мне, что общество жестоко ранит их. Эти люди постоянно ощущают осуждение со стороны церкви, хотя я считаю, что этого быть не должно. Последний из трех дней визита Папы Римского Франциска на Святую Землю прошел под знаком надежд на примирение христиан, иудеев и мусульман. У стены плача понтифик появился в компании своих аргентинских друзей, главы мусульманской общины страны Амара Абуда и раввина Авраама Скорка. Во время посещения Храмовой горы Франциск призвал приверженцев всех трех религий трудиться вместе ради справедливости и мира, а также открыть доступ всем верующим во все святые места Иерусалима и остановить любое насилие. На кладбище на горе Герцля глава Римской католической церкви возложил венок могиле одного из основателей движения сионизма, а затем посетил мемориальный комплекс Яд Вашем, где встретился с жертвами Холокоста, поцеловав им руки. Президент Израиля Шимон Перес и глава палестинской автономии Махмуд Аббас получили приглашение от Папы Римского посетить Ватикан и вместе молиться о мире на Святой Земле. Большинство жителей планеты считают себя верующими. Это должно вести к диалогу и взаимопониманию между религиями. Мы не должны переставать об этом молиться. А также сотрудничать с теми, кто думает иначе. Я верю в Будду. Я верю в Бога. Я верю в Иисуса Христа. Я верю в Бога Аллаха. Многие думают по-разному, ощущают себя по-разному, ища Бога или встречая Бога разными путями. В этом множестве и разнообразии религий есть только одна определенность, верная для всех. Мы все дети Бога. Я верю в Любовь. Я верю в Любовь. Я верю в Любовь. Я верю в Любовь. Я надеюсь, вы распространите мою молитвенную просьбу на этот месяц. Этот искренний диалог между мужчинами и женщинами различных верований должен привести к плодам мира и справедливости. Я доверяю вашим молитвам. Всемирная молитвенная сеть Папы Римского. Экс-президент Израиля Шимон Перес в ходе встречи с Папой Римским Франциском, состоявшейся накануне в Ватикане, предложил понтифику возглавить ООН религий. О создании такой организации Шимон Перес мечтает уже давно. Понтифик не дал Пересу никаких обещаний на этот счет, однако, как сообщила пресс-служба Святого Престола, с большим вниманием выслушал своего собеседника. Их частная встреча продолжалась 45 минут, сообщает Благовестинфо. Цель создания такой организации, пояснил Перес в своем интервью, поиск средств противостояния террористам, которые убивают во имя своей веры. Экс-президент Израиля считает, что ООН такими средствами не обладает. Когда ООН направляет на Ближний Восток миротворцев с Пиджи или Филиппин, террористы попросту похищают их. По мнению Шимона Переса, Папа Франциск стал бы идеальным главой ООН религий, поскольку силой своих проповедей он может собрать на площади Святого Петра полмиллиона. Через всемирную проповедь чистейшего люциферианского учения, к тому времени уже открытую и всенародную. Повсеместное установление на всем земном шаре религии доброго бога Люцифера есть дело не одного года, не пяти лет, даже не одного века, только то дело устойчиво и прочно, которое совершается в постепенной и медленной прогрессии. 19 век узрел за рождение истинного и доброго католицизма. 20 век будет веком роста и полного созревания, посеянного к сроку определенному в Книге Небес, когда навсегда окончится летоисчисление христианской веры. Папа Римский Франциск снова потряс католически, а вместе с ним и весь остальной мир. О том, что новый шеф Ватикана по-новому смотрит на многие краеугольные вещи, стало известно сразу после его понтификации. Однако каждое новое высказывание лидера Римской католической церкви заставляет задуматься, насколько далеко может зайти либерализация этого до недавних пор крайне консервативного религиозного института в период правления первого понтифика, выходца из Южной Америки. Католическая церковь получила серьезное предупреждение от того, от кого она ждала этого меньше всего. Ее глава, совсем недавно занявший пост понтифика Папа Франциск, дал итальянской прессе большое интервью, в котором, хоть и в мягкой форме, но по сути раскритиковал вековые ультраконсервативные устои католицизма. Главная фигура самой многочисленной христианской динаминации призвал единоверцев как можно скорее изменить угол зрения и стать более доброжелательными и менее предубежденными к тем, кто мыслит и живет не так, как большинство. Мы не можем постоянно зацикливаться на вопросе абортов, гей-браков и методов контрацепции. Я особенно не говорю на эти темы, и за это мне высказывают порицания. Да, мнение церкви по этим вопросам хорошо известно, но говорить на эти темы постоянно не вижу необходимости. Мы должны найти некий новый баланс, стать более терпимой и гибкой структурой. В противном случае нравственная система католической церкви просто развалится, как карточный домик. Самым выходящим за рамки случаем стало высказывание Франциско о гомосексуалистах. Будучи в Бразилии, папа сказал, кто я такой, чтобы осуждать гомосексуалиста доброй волей, который ищет путь к Господу. После этого даже скептики поверили, что в католической церкви грядут либеральные перемены. Находясь в Буэнос-Айресе, я не раз получал письма от людей гомосексуальной ориентации, которые говорили мне, что общество жестоко ранит их. Эти люди постоянно ощущают осуждение со стороны церкви, хотя я считаю, что этого быть не должно. Последний из трех дней визита папы римского Франциска на Святую Землю прошел под знаком надежд на примирение христиан, иудеев и мусульман. У стены плача понтифик появился в компании своих аргентинских друзей, главы мусульманской общины страны Амара Абуда и раввина Авраама Скорка. Во время посещения храмовой горы Франциск призвал приверженцев всех трех религий трудиться вместе ради справедливости и мира, а также открыть доступ всем верующим во все святые места Иерусалима и остановить любое насилие. На кладбище на горе Герцля глава римской католической церкви возложил венок в могиле одного из основателей движения сионизма, а затем посетил мемориальный комплекс Яд Вашем, где встретился с жертвами Холокоста, поцеловав им руки. Президент Израиля Шимон Перес и глава палестинской автономии Махмуд Аббас получили приглашение от Папы Римского посетить Ватикан и вместе молиться о мире на Святой Земле. Большинство жителей планеты считают себя верующими. Это должно вести к диалогу и взаимопониманию между религиями. Мы не должны переставать об этом молиться, а также сотрудничать с теми, кто думает иначе. «Я верю в Будду. Я верю в Бога. Я верю в Иисуса Христа. Я верю в Бога Аллаха». Многие думают по-разному, ощущают себя по-разному, ища Бога или встречая Бога разными путями. В этом множестве и разнообразии религий есть только одна определенность, верная для всех. Мы все дети Бога. Я верю в любовь. В начале августа 1871 года антипапа люциферанского масонства, основатель так называемого палладизма в Чарльстоне, США Альберт Пайк, масонское имя Лимут Энсон, умер 2 апреля 1891 года, именовавшийся сотоварищами ученейшим первосвященником сатаны, получил от небезызвестного итальянского масона Маддини письмо с просьбой разработать план борьбы против римского католицизма. В 7 дней 9-15 августа 1871 года под руководством Пайка заседало Святейшее Великое Собрание Заслуженных Масонов, состоявшее из 11 величайших светильников, в результате чего родился документ, известный под названием «План Пайка». В заключение изложенного считаем полезным поддерживать в низших классах всех наций революционные идеи, не исключая и социалистических, хотя и ведущих к крайностям и бурным экстесам. Хотя атеизм сам по себе и вреден делу обновления человечества в антихтианском духе, но мы и его введем в русло самых крайних социальных теорий, заведомо осужденных на полный неуспех. Но нужных для кратковременного государственного переворота, которому немедленно же должна воспоследовать самая энергичная реакция. Таким образом, мы с одной стороны дискредитируем до последней степени суеверную теорию божества в духе адонаизма, то есть христианства. Так что к нам примкнут даже и последние его священники в переходную эпоху государственного домыслия. А с другой стороны, мы примем меры к тому, чтобы толпа не лишилась веры в сверхъестественное божественное происхождение, но мы ограничимся лишь указанием, при всяком удобном случае, на бытие некого верховного существа, не открывая, однако, до времени людям наших священных преданий и наших мистических откровений. Такова воля доброго Бога. Посему, когда самодержавная Россия сделается цитаделью адонаизма, то есть христианства, мы спустим с цепи революционеров-нигилистов и безбожников и вызовем сокрушительную социальную катастрофу, которая покажет всему миру во всем его ужасе абсолютный атеизм, как причину одичания и самого кровавого беспорядка. Тогда люди, вынужденные защищаться от ошалелого меньшинства бунтовщиков, уничтожат этих разрушителей цивилизации, а все бесчисленное множество разочарованных в адонаизме, жаждущие в душе своей божественного идеала, не зная, какому поклониться Богу, примет просвечение от истинного света Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok